Магнитола PF174 для Ранос Андера 10 дюймов серии ОХД. Сегодня рассмотрим ее комплектацию, как работает и что делает. Для комплектации проводов у нас идет с коробочки. Посмотрим, что у нас там за провода есть и разберемся, куда что подключается. Начнем с задней части магнитола. Это литовый улюминиевый корпус с охлаждением воздушным. Здесь стоит кулер отдельно. У нас здесь идет фишка для питания по моему с магнитолой. И здесь фишка для дополнительного оборудования. Здесь у нас идет радиоантенна, 3G Wi-Fi антенна, GPS антенна и 4G антенна для лучшего качества связи. Первые вот такие две антенны. Это у меня в руках 4G антенна и Wi-Fi антенна для качества связи улучшенного. И GPS антенна для определения ВАЗ по местоположению до метра на амблигаторе или на карте. Это у нас второй микрофон. Здесь у нас на устройстве вот в этом месте есть микрофон. И второй дополнительный выносится на голововодителя для более лучшего качества связи. В данной комплектации идет 3 выхода USB для флешкарта и жестких дисков. Коса РЦА с аудиовыходами левого правого канала и провода RX-ТХ. Далее коса подключения камеры заднего вида. Это у нас видеовыход, питание для камеры, стояночный тормоз и функция IR. Следующая коса для AUX, для питания с амбуфера, для сим-карты, которая сюда подключается в телефоне. Подключение микрофона дополнительного, подключение питания для кулера. Запускаем магнитол. Вот такой у нас приезд и парафар. Можем заметить, у нас здесь светятся кнопочки боковые, которые тоже настраиваются разными оттенками. Экран большой, 10 дюймов, очень насыщенный. Все у нас запустилось. Магнитолы, можем наблюдать. Стартовый экран, виджет у нас навигатора, дата, время, музыка, избранные приложения и главное меню. В главном меню у нас есть все приложения. Ассистент, камера, галерея и так далее. Голосовые помощники, калькулятор. Все остальное. Ассистент это кнопочка, которая выносится на экран для быстродействия с сенсорным экраном. Переносится в любое место. Также можно выходить, сворачивать приложения, переходить между ними и можно убрать этого ассистента совсем. Вот так у нас работает. Вышли обратно в меню и теперь заходим обратно и вот отключаем. Далее у нас идет камера. Это видеофайлы, которые есть у нас на системе или же на жестком диске галерея. Чтобы просмотреть фотографии, голосовой поиск нажали и задали вопросы. И через поисковик все у вас находит калькулятор, если вдруг нужен. Также у нас есть здесь гугл-карты предусмотрены. Также чаще всего клиенты устанавливают яндекс-карты. Музыка, которая у нас из системы берет все файлы. Здесь идет список и переключаемся между файлами. Возвращаемся обратно. Здесь у нас как раз есть яндекс-навигатор, который можно сюда поставить. Все общие настройки. Настройки кнопок мультируля, переобучение кнопок. Если вдруг какие-то действия кнопок вас не устраивает и вы хотите расширить радио, у нас здесь избранные приложения, все идут переключения между волнами и так далее. Файловая система, вся которая у нас сортирована по музыке, видео и приложениям АПК, которые вы можете сказать на флеш-карту и здесь их установить на данное устройство, которое вам нужно. Очень большой эквалайзер с широким спектром настроек, кроме настроек и пресетов, которые здесь есть. Здесь также языковое поле, объемные звуки, низкие тоны, бас-фильтр, задержки и прочее. Далее у нас идет AUX, это выход на переднюю камеру, если такая будет Bluetooth-подключение телефона. Это у нас идет контакт и синхронизация набора номера, прослушивание музыки и подключение различных устройств. Приложение CarLink у нас, которое будет дублировать экран вашего телефона, приложение и всего остального. Можно включать, чтобы он подключался автоматически, когда вы по Bluetooth-у подвязываетесь, можно отключить эту функцию. Далее у нас идет Google Chrome, это браузер, в котором все знают, как пользоваться, про него много не будем рассказывать. Само приложение Google для управления аккаунтом, для управления паролями и всего остального. Play Market для того, чтобы скачивать любые приложения, какие вам нравятся. И у нас здесь также предусмотрен YouTube-видеохостинг. Вот такая магнитолка у нас, быстро по ней пробежались. Дальше у нас что тут есть? У нас есть смена обоев, давайте с вами попробуем сменю. Кому какие нравятся, поставим какие-нибудь. Давайте поставим сегодня фиолетовые и установим, вот так это все и дело выглядит. Далее у нас есть функция разделения экрана, на штатных приложениях эта функция не работает, работает только на приложениях. Вот с таким значком вы нажимаете и функция разделения экрана включается. Также вы нажимаете и у вас два приложения, здесь может быть навигатор и так далее. Чтобы свернуть одно из приложений, посередине есть полосочка, за нее цепляемся и свайпаем влево или вправо. И приложение убирается одно, а второе покрывает полностью зону экрана. Вот такая магнитола, посмотрим, что она у нас показывает. 8 гигабайт у нас доступной оперативной памяти, 128 внутренней, это одна из самых топовых версий. Самая крутая, быстродейственная, удобная и насыщенная.